В этом видео мы реализуем сохранение данных из очереди в базу данных. Мы будем использовать Postgres, чтобы было все просто и удобно. И у нас в целом релационные данные с датчиков приходят. И также мы напишем Docker файлы и GitHub Action, который будет по пушу либо мержу в ветку main, загружать на Docker Hub наши имиджи. И также я покажу Docker Compose файл для того, чтобы запустить все в одном месте и этим воспользоваться, теми сервисами, которые мы написали. У меня в планах есть написание еще одного сервиса, в котором будет использоваться Redis для сохранения аналитики. И возможно там будет использоваться Debezium для того, чтобы читать данные из Postgres и через Kafka отправлять их на этот сервис, который будет собирать аналитику. Это можно делать с разными способами. Возможно это не самый лучший, но так мы посмотрим еще Redis, который не только кэш, а еще ключ, значение хранилища. И также посмотрим, как работает Debezium, потому что Debezium может понадобиться для разных целей, когда нам нужно отслеживать изменения в базе данных, то есть изменения в строках, удаления строк, либо insert в базу данных. Я хочу сказать, что у меня есть Discord канал, куда можно вступить и узнать там информацию о ближайших видео, либо поспрашивать что-то, я там оперативно отвечаю. Также вы можете спрашивать в комментариях все, либо по ссылкам в социальных сетях из описания. Весь код, который мы делаем, он находится в репозитории по ссылке в описании. Заранее попрошу вас поставить лайк, если вы уже на третьей части, первые две вы сделали, так как это будет больше меня мотивировать для того, чтобы продолжать данный курс и писать новые. А мы приступим. У меня открыт Data Analyzer Microservice, сервис, который мы написали в прошлом видео. И сейчас мы внесем первые изменения для того, чтобы мы могли сохранять в базу то, что нам нужно. Тут я уже открыл гид и докерхаб, но нам нужен новинерпозиторий. Отлично. У нас такая самовинерпозитория. Мы смотрим Spring Boot Starter Data Gpa. Копируем первую зависимость. Она необходима для того, чтобы подключиться к базе. Как мы видим, уже Spring версии 3.14 есть. У нас используется 3.13. Если вы смотрели видео с версиями, то это версия патчей. То есть уносится какие-то небольшие изменения, которые не влияют ни на что. И можно в целом на нее не обновляться. Но на версию 3.2 уже стоит обновиться. Но там возможны более существенные изменения. В Data Analyzer Microservice мы вставим эту зависимость, которую мы скопировали. Вернемся назад. Также нам необходимо сюда вставить Postgres SQL и Liquidbase Core. Liquidbase нам понадобится для того, чтобы создавать чинжлоги, которые будут менять Postgres, так как мы будем писать все вручную базы, чтобы у нас все создалось как нужно. И не будем обращаться к хибернаиту для этого. Сейчас мы найдем зависимость Postgres SQL HDBC Driver. Версия 42.6.0. Копируем ее и вставляем куда-нибудь под стартодата GPR. Это мы удаляем. И здесь мы вырезаем версию, как мы это делали всегда до этого. Postgres SQL version. И сюда вставляем Postgres SQL version. 42.6.0. Она у нас подтянется. И также необходимо Liquidbase Core сюда вставить. Берем тоже последнюю версию. 4.23.2. И под Postgres ее можем тоже вставить. Аналогично вырезаем версию и переносим выше. Нажимаем на кнопку обновления. У нас обновится проект. Скачаются зависимости, которые отсутствуют. И мы сможем перейти к написанию кода дальше. Тут, кстати, у меня зависимость попущена. И пропущен отступ. Все остальное вроде бы хорошо в этом файле. Индексируются библиотеки, которые подтягиваются. Библиотеки проиндексированы. И мы можем теперь перейти к дальнейшему изменению нашего приложения. Перейдем в модель Data. Теперь нам здесь нужно повесить аннотацию Entity, чтобы мы воспользовались GPR. И повесим аннотацию Table из Jakarta Persistence. Имя будет у нее Data. То есть мы будем в таблице Data хранить данные. На Sensor ID мы ничего вешать не будем. Нам нужен ID для записи, по которой мы будем хранить данные. Paratlong ID это будет. Здесь мы повесим аннотацию ID. И аннотацию Generated Value. StatsG. И выберем Identity, чтобы у нас была последовательность. Дальше на Sensor ID мы ничего не будем вешать, так как он нормально переведется в Sensor ID, в Snake Case. В Time Stamp у нас тоже все нормально с ним будет. Бот и нам только мы будем хранить в качестве... Кстати, ему сделаем название просто Type в клонке. И мы будем хранить в качестве Enumerated, чтобы можно было увидеть и не потерять в случае изменения кода. И нам Type String. Отлично. Этот класс мы поменяли. Теперь нам необходимо создать репозиторий. Мы создаем в вакуане новый пакет. Берем Package. Называем его Репозитория. В этом репозитории мы создаем интерфейс Data Repository. Выбираем Interface. Отлично. В этом интерфейсе нам необходимо наследоваться от GPA репозитории. Дефолтного репозитория. Указываем сначала то, что мы будем сохранять дату. И Long как Type ID. Отлично. Здесь у нас никаких новых методов не будет. Мы будем только сохранять. И поэтому тут уже переопределены в GPA репозитории необходимые нам методы Save, Delete, GetById и все, что нам необходимо. Отлично. Это мы все закрываем. Теперь мы открываем Kafka Data Service Impel. В котором у нас и будет происходить сохранение. До этого у нас все выводилось на экран. Но это нам не нужно. Потому что мы хотим сохранять информацию из датчиков, которые нам приходят. Вешаем Required Arx Constructor и SLF 4G. Будем теперь выводить в Console.Log о том, что у нас сохранилось что-то. И заменим вот это на LogInfo. Info. И тут здесь Data Object was saved. Приименуем так, например, чтобы было что-то другое. Ну и тут поставим ничего. Теперь же мы избавимся от конкатенации. Так как у нас это Info и мы используем разметку, то мы здесь вставляем объект, который мы будем выводить. Посмотрим, есть ли у нас ToString. ToString у нас есть, мы его добавляли. И отлично. Теперь мы еще должны здесь с помощью AutoWire использовать Private Final Data Repository. Data Repository. И вот тут мы вызываем Data Repository. Save Data. Отлично. Мы сохранили дату. И она у нас теперь будет сохраняться в базе. Придем в Application YAML. И здесь добавим новые конфигурации, которые у нас должны будут использоваться для подключения к базе данных. Выбираем Data Source. Выбираем URL. Угла у нас будет GDBC. PostgresQL, так как мы используем Postgres, 2.2 слыша. Тут мы будем использовать хост, к нему подключаться. Укажем порт дефолтный, хотя порт тоже можно в хост занести, но мы будем ожидать, что у нас будет один Postgres развернут по такому-то порту. Если нет, то вы знаете, что можно занести просто вот это все в хост, в переменную. И тогда у нас порт будет тоже изменяемым. PostgresDB назовем базу данных. Также мы добавим сюда юзернейм. Юзернейм, чтобы мы знали, как подключаться к базе. Postgres юзернейм. И пасворт. Тут будет Postgres пасворт. Отлично. Мы это добавили. Теперь мы еще хотим добавить конфигурации GPA, Hibernate. И сказать Hibernate, что нам ничего не нужно делать в время запуска. То есть Hibernate у нас не будет ничего делать сам. Мы будем с помощью скриптов и с помощью Liquibase вносить изменения в схему нашей базы данных. Также добавим настройки Liquibase. ChangeLog укажем. Это будет Laspas. Liquibase. DB. ChangeLog. Log с маленькой буквы. Чтобы потом не искать ошибку. Отлично. Это записали. Ну и enable it. Посмотрим. ENAEBUT. True. Отлично. Это мы записали. Теперь мы можем создать таки как раз папку Liquibase в ресурсах. И мы сразу изменим точка end файл. Чтобы не забыть, добавим тут хост. В моем случае это localhost, потому что у меня докер находится локально. Если это все будет в докере в контейнерах, то в конце видео я покажу то, как это делать там. То есть там будем оказывать название контейнера Postgres вместо localhost. И здесь укажем еще Postgres DB. Это будет дата, к которой мы будем подключаться. Postgres юзерный. Postgres. И Postgres. Пасворд. Укажем пароль, который у нас используется для подключения к Postgres. Отлично. Мы создали папку Liquibase. Настроили end файл. Все, что нам необходимо, мы добавили туда. Теперь в папке Liquibase мы создаем папку change sets. В которой мы будем хранить все изменения. И в Liquibase мы создадим файл. Но в целом выберем просто файл. Назовем его как раз таки, как мы и указывали. DB.ChangeLog.Yaml Этот файл создался в change set. Мы выбираем refactor. Move file. И здесь убираем change set. И в Liquibase перемещаем. Отлично. Файл переместился в корень Liquibase. Посмотрим, что у нас в нем хранится. Во в нем у нас хранится сейчас ничего. Но мы туда запишем следующие значения. Database.ChangeLog. Лог с большой буквы. В данном случае необходимо. Include all. Pass. Change sets. Это название папки, в которой у нас будет change set и хранится. И relative. То changeLog.File. ChangeLog.File. True. Тут уже changeLog. С маленькой буквы. То есть почему-то так. Устроена конфигурация. Не очень удобно. Но она должна быть такая. Мы уже использовали Liquibase в предыдущем видео, где мы писали task list на Spring. И если вы хотите понять, как он работает, то по подсказке вы сможете его найти. Но если вкратце, то Liquibase это библиотека и фреймворк для миграции. То есть это изменение состояния базы данных из одного в другое. И мы используем его как раз таки для того, чтобы изменить нашу пустую базу. Сначала в такую базу, в которой будут необходимы таблицы. И потом, возможно, если мы будем менять нашу базу, суть приложения, то мы будем добавлять новые скрипты, которые будут выполняться однажды. и менять нашу базу. В папке ChangeSets мы создадим новый файл. Он будет называться 001 и createTables. .sql То есть тут будет SQL-код, который нам создаст таблицу TableData. У нас будет таблица Data. Здесь ставим точку с запятой. У нас будет ID, это BigSerial, BigSerial и праймерики. Дальше у нас будет SensorID. Это также будет BidgInt. BidgSerial необходим для того, чтобы у нас сохранялось его значение, и потом мы могли последовательно его инкрементировать и расти. BidgInt это просто Long. То есть нам тут не нужно, чтобы у нас сохранялась последовательность, а для IDшника как раз таки нужно. Так как мы выбрали ID. Таймстэмп у нас Таймстэмп будет называться, тоже будет NotNow. У нас все значения будут NotNow, который приходит с датчика. Так, вводим значение, которое нам пришло с датчика, тоже будет NotNow. И Type, это Ворчар. Так как мы храним название. NotNow. Отлично. Ctrl-Alt-L на Windows. У нас такое форматирование. И все стало хорошо. Теперь же нам необходимо создать базу данных, которые мы будем подключаться. Для этого мы зайдем в консоль, напишем PSQL, выберем юзера и укажем имя юзера, чтобы в него войти. То есть это юзер, который у вас используется для входа в Postgres. Если вы не укажете минус U флаг, то вы будете входить под юзером, который у вас в операционной системе. Здесь я ввожу пароль, который я использовал для доступа к базе. В .env файле я зашел в PSQL. Здесь мы указываем скрипт Create Database и у нас будет название, как мы использовали в .env файле, сенсор, нижнее подчеркивание, вот так вот, сенсор, нижнее подчеркивание, дата. Поэтому мы здесь указываем сенсор, нижнее подчеркивание, дата и ставим точку запятой. Ждем ответа. Пришел ответ Create Database, это можно закрывать, нажать Exit и у нас закроется соединение с Postgres. Дальше переходим во вкладку Database, если она у вас есть и нету, то открывайте то, в чем удобно взаимодействовать с базой данных. Выбираем Postgres, здесь указываем Localhost, Host, юзера указываем того юзера, которого вы указывали в .env файле, вставляем пароль, здесь Database Sensor Data, который мы только что создали. Тестируем соединение, видим, что у нас подключилось, нажимаем ОК, у нас добавилась база, сейчас она подгрузится, отлично, тут есть паблик схема и открылась консоль. Давайте попробуем сейчас запустить приложение, только для этого нам нужно зайти в терминал и запустить Kafka, поэтому я выбираю CDD, я перехожу в расположение Kafka и теперь мне нужно запустить Kafka, чтобы у меня нормально запустилось приложение. Apache Kafka Quickstart. переходим сюда и смотрим то, что нам нужно запустить, чтобы у нас все работало. Так как я работаю на Windows, мне нужно будет запустить немного другие файлы. Так, я нажимаю BAT и жду пока у меня запустится сервер Zookeeper. Zookeeper нам необходим для того, чтобы Kafka к нему подключалась и взаимодействовала с другими инстансами Kafka и все было хорошо. В втором терминале я тоже перехожу в расположение Kafka, выбираю эту папку и захожу снова на Quickstart и смотрю, что мне необходимо, чтобы запустить Kafka. Копирую эту команду, их можно не учить, потому что я считаю, что не нужно учить то, что можно легко найти и что не необходимо для дальнейшего понимания какого-то материала либо процесса. Вот. Вот так, отступление. И запускаем снова эту команду. У нас поднимается Kafka. Смотрим, все ли хорошо. Она загистрировалась. Да, у нас работает терминал. Все отлично. То есть, на Kafka запустилась. Давайте попробуем запустить приложение. Как видим, приложение запустилось. Все хорошо. Теперь же мы перейдем в приложение дата-генератора и запустим его, чтобы создать некоторые данные, отправить их и посмотреть на то, как они будут сохраняться в базу. Видим, у нас нет подключения к Kafka почему-то, хотя все должно работать. Я увидел сообщение о том, что что-то не так с папкой логов у Kafka, который я подключал. Вот это сообщение. Сейчас я вам покажу, которое возникло. Так, вот, да. То есть, то есть, то есть, и что-то произошло. Я удалил папку Kafka.Logs. И сейчас, кажется, все должно работать нормально. Перейдем снова в Run. Видим, что у нас все снова вернулось. И перейдем в дата-генератор. Попробуем запустить приложение, чтобы у нас снова попробовала подключиться к Kafka. Я открыл Postman для того, чтобы мы сейчас запустили создание тестовых данных и могли посмотреть, как они будут сохраняться в базу. Нажимаем на Send в запросе на дата-тест. Отлично. У нас сейчас Data Object T. Мы видим, что тут ID Null. И все изменения в Assafed. То есть, они сохраняются в базу. Но ID мы видим Null, потому что они сохранились до того, как мы это все сделали. Как мы вывели логи. Обновляем здесь подключение к базе данных. Видим, что у нас в паблике есть три таблицы. Data и две таблицы для DQB. Открываем таблицу Data. И видим, что сюда вставляются значения. То есть, если мы будем обновлять, то каждые три секунды сюда будут вставляться значения с датчика. Таким образом, мы сохраняем все наши значения. И если их приходит, например, в 10 тысяч штук за раз, то мы помещаем их в очередь. И из очереди потом достаем и сохраняем в базу. Остановим приложение. И остановим дата генератор, чтобы у нас не заполнялась очередь в большом количестве. Отлично. Это мы написали. И теперь я расскажу немного о других изменениях, которые необходимо сделать для того, чтобы у нас сработало в докере наше приложение. Это необходимо сделать для генератора и для ресивера. Мы перейдем в bin.config. Здесь в конфигурации consumer.xml мы не можем доставать файл по такому пути из докер-контейнера. Поэтому нам необходимо эту строку поменять на getClass. В этом getClass мы обращаемся к getResource.Stream и указываем его имя. Ресурс находится в папке resources. То есть мы указываем папку Kafka, который находится в папке resources, и consumer.xml. Отлично. И здесь мы вызываем readAllBytes. Эту стоку мы удаляем. И передаем в качестве конфига в XML-документе такой запрос. Можно тут сделать перенос, чтобы было понятно. То есть конструктор XML-документа принимает в себя массив байтов, и readAllBytes возвращает массив байтов. Здесь также будет выброшено исключение, если у нас не будет такого файла, как и до этого оно было выброшено. Ну вот, он есть, и все должно работать. Если мы сейчас запустим приложение, то оно тоже должно работать и на локальной машине. Так же, как и в докере. Приложение запустилось. Все нормально. Тут еще до сохранялись. Другие объекты. То есть мы этим ничего не испортили, и consumer.xml работает. Теперь же мы создадим докер файл и workflow, который будет загружать наш имидж из докера на докер хаб. Для этого мы сначала создадим папку точка гитхаб. В этой папке точка гитхаб мы создадим папку workflows. Битхаб будет автоматически подтягивать файлы отсюда и запускать их по команде. мы создадим workflow docker-upload.yaml Мы будем использовать яму конфигурацию и здесь опишем следующее. Будем называть это docker-image-ci. он будет запускаться на push то есть на push и тут указываем branches во время которых это все будет выполняться и здесь указываем то есть при push в main это то же самое, что при pull-requeste в main закрытом то есть когда мы закрываем pull-request происходит push main то есть когда у нас в main что-то вставляется мы будем выполнять этот workflow это событие здесь указываем джоба, которые будут выполнены она у нас будет build и здесь указываем конфигурацию из того, что мы уже писали в предыдущем видео она достаточно такая дефолтная то есть мы на Ubuntu последней версии не будем явно указывать выполняем следующие шаги первый шаг это у нас будет check-out во время этого шага мы будем использовать actions check-out собака v3 дальше у нас будет шаг login to docker hub и он будет использовать докер login action версии 2 дальше мы еще передадим креды, которые нам нужны то есть это юзернейм и пароль от docker hub здесь мы указываем secrets это обращение к переменной внутри репозитория docker hub юзернейм и указываем также password password secrets docker hub password отлично это мы указали только я тут должен указать токен по нему мы тоже можем авторизоваться вот и мы его будем использовать дальше я использую следующий шаг он будет называться setup docker buildx он будет использовать buildx от докера то есть это еще один шаг который необходим для того чтобы нам взаимодействовать с докер хабом setup buildx action версии 2 и последний шаг он будет называться build push to docker хаб во время этого шага мы будем использовать image image у нас будет называться по тому куда мы загружаем то есть поэтому юзернейму мы указываем секрет и докер хаб юзернейм и тут указываем дата аналайзер микросервис текст 0.0 и тут будем обращаться к переменной которые есть у гитхаба чтобы нас автоматически инкрементировать версию нашего имиджа то есть потом когда мы уже сделаем релизму какой-то 1 0 называться например и тут будет продолжаться счетчик и также у него будет так лейтест чтобы он постоянно обновлялся когда мы что-то новое загружаем здесь указываем докер файл он у нас находится в корне докер файл указываем registry это докер айо и указываем юзернейм ну собственно мы скопируем вот эти два поля в качестве паспорта мы тоже можем указать либо токен либо паспорт ну давайте попробуем с токеном чтобы не передавать свой паспорт в гитхаб и не зависеть от этого то есть когда вы поменяете пароль на докер хабе чтобы у вас все работало то что вы сетали до этого по крайней мере будем надеяться что оно так и будет теперь же нам необходимо написать докер файл он будет такой же практически как мы использовали в прошлом уроке прошлых видео здесь в докер файле мы пишем from указываем то что мы хотим использовать maven версия 3.8.5 opengtk 17 17 java и мы будем использовать это как build копируем папку src в корень в src копия пом.xml вызываем run и только по максимально надо в корень скопировать вызываем run maven slash пом.xml то есть мы будем поэтому поле как м.xml вы запускаете clean и package чтобы у нас собирался jar файл дальше from opengtk 17 gtk slim мы будем копировать файл from is build done то есть который у нас выше собрался в папку из папки target у него там будет какое-то свое название но мы вот указываем звездочка джар то чтобы мы его например например об . джар мы указываем порт по которому у нас будет работать это положение так как это аналайзер и мы тут указывали в аппликейшн ямли порт 8082 то необходимо его здесь тоже указать как 8082 и и entry point указываем java из java то есть вам нужно сказать java файл и up j отлично докер файл у нас есть у нас есть экшен который будет загружать это все и теперь давайте я покажу вам то как он будет выполняться и сработает ли все но для этого необходимо посмотреть как же откуда набрать докер хаб юзерней им и токи когда мы заходим в докер хаб в настройке профиля в security мы можем создать xs токен здесь указываем его название и указываем пермишина который есть у нас ритрой делит в целом можно указать ритрой потому что мы не будем удалять ничего но я создал такой токен его сохранил его нужно сохранить потому что покажет один раз и потом дальше использовать это я закрываю перехожу сюда в репозитории так как это генераторы микросервис я покажу на его примере но мы это делаем и для генератора и для аналайзера переходим в настройки репозитория дальше мы переходим в секенс и variables указываем actions здесь у нас есть репозиторий secret то есть у нас есть пароль токен и юзернейм нам осталось сделать то же самое с экшеном для второго репозитория дата генератор это вы добавите сами и код от этого workflow broker upload вы сможете найти по ссылке в репозитории вы можете отмечать звездочками и так это уже буду видеть что вы в этом заинтересованы и делать больше видео на эту тему также надо не забыть изменить в дата генераторе бин конфиг на аналогичный с помощью get класса то есть чтобы на все нормально собиралась и посмотреть как это все будет работать отлично теперь я обещал вам показать то как я это все объединю в один докер compose файл я сделаю отдельную директорию она будет находиться в корне называться докер и в ней будет находиться необходимы нам конфигурация докер compose . яму будет файл и будет файл . н с переменными среды которые необходимы для этого я сюда уже вставил те переменные которые нам нужны вы можете скопировать этот файл из гитхаба у дата аналайзера будет находиться эта папка докер когда вы будете смотреть это видео и оттуда мы и будем работать то есть указан хвост с которым мы будем подключаться конфигурация для приложения для нашего это постграсс юзер под газ паспорт постграсс дб мы укажем также укажем для редиса это для следующих видео данные которые нужны для кавки для аналайзера микросервиса и кавка который будет использоваться для конфигурации самого контейнера кавки но визу кипер давайте перейдем к написанию докер compose и посмотрим что же здесь необходимо указать для начала мы укажем то что эта версия 30 вершин 3.0 тут указываем две точки так как это яму дальше мы указываем то что у нас будут сети у нас будет одна сеть up чтобы мы могли удобно общаться между контейнерами она будет бричневый драйвер также будут использоваться волюмы для того чтобы хранить информацию из базы данных драйвер local из для того чтобы хранить из редиса информацию звуки пера и кавки то есть то что мы не хотим потерять при рестарте приложений укажем здесь среди с дата здесь укажем кавка дата здесь укажем звуки пер дата после того как это все мы сделали мы здесь напишем сервисе и опишем те сервисы которые мы будем использовать первый это будет сервис генератор него будет имидж тот в которой мы пушим в моем случае это мой репозиторий дата генератор микросервис и я буду использовать так это и дальше я указываю то что я использую сети up после этого я указываю что у меня этот контейнер зависит от постгресса и зависит от кавки то есть постгресс и кавка должны запуститься до моего контейнера указывал n файл он должен находиться в этом же репозитории и в этой же папке то есть это в папке докером будет находиться и указывают также порты которые мы будем экспозиции по которым можно будет получить доступ это 881 881 это генератор аналогично мы скопируем и у нас будет сервис для аналайзера в котором мы сейчас находимся здесь я меняю название на аналайзер то есть том что я использую та же сеть зависит от того же и указан n файл . и порт 8082 тут 8082 вообще кстати у нас генератор постгресса не зависят а только аналайзер мы можем это убрать и он будет запускаться чуть быстрее чем нужно хотя под газ обычно запускается мгновенно поэтому все должно быть хорошо и особо это повлияет на скорость дальше мы добавляем имиджи кипера здесь мы описываем имидж инфлюинт пинг cp зоокипер и указываем так клей тест дальше у нас networks up дальше n файл . н дальше мы указываем порты порты тут 2181 2181 и указываем волюмы то есть мы хотим сохранять в звуки пердата данные из звуки пера они находятся в пути вар лип звуки пердата то есть когда мы будем перезапускать до кирком полус несколько раз то у нас будут сохраняться данные звуки про и данной кавки что не потеряет очередь нашу и не потеряет инстанция кавки дальше аналогичным это все сделаем до кавки я это скопирую чтобы мы не писали то есть достаточно много одинакового кода здесь мы переносим это все один отступ я должна так сделаю и вставлю это таким способом так вот это я могу выделить и нажать tab и тут там останется отлично тут у нас будет cp кавка также конфлюент инка на это кирп об . н тут будет 90 92 используется хотя нам это не очень-то нужно потому что мы будем общаться между контейнерами и это будет выходить наружу поставим так как есть тут указываем кавка дата и тут аналогичная кавка то есть так как это конфликт разрабатывает у них все достаточно похоже дальше у нас будет пас газ на скопируем эту кавку и тоже ставим сюда тут мы указываем под газ у имиджа будет постгресс 15-1 версия но либо тоже можно лейтас использовать либо можно использовать же версии которые поменьше весят 15-1 альпайн например на это как об н файл в . и находится и тут 5 4 3 7 и например покидываем наверх если это нам нужно и 5 4 3 2 то есть мы такие порты оставим чтобы можно было подключаться к под газу который у нас базе снаружи и уже взаимодействовать с ним для будущих целей для отладки и здесь просто гороскевель дата отлично этот докер композ мы можем запустить проверить и вы можете не писать его самостоятельно а скачать из репозитория на этом данное видео заканчивается здесь есть редис дата который будет использоваться в будущем тут есть конфигурация редиса который будет использоваться будущем и в следующих видео я покажу вам как реализовать сервис аналитики чтобы у нас это все работало еще с помощью одного микросервиса и не зависело от одного инстанса приложения все можно найти по ссылке в описании там можно написать мне там можно найти код также там можно вступить в дискорд которым мы общаемся и отвечаю на вопросы спасибо за то что посмотрели поставьте лайк и пока а и и и и и и и